МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Бавлинское телевидение, в студии Айгулька Драфикова. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию передачу «Время Татнефти». Приятного просмотра! Здравствуйте! В эфире «Время Татнефти» в студии Дород Прокопьев. В ближайшие полчаса я и мои коллеги расскажем вам о самых значимых событиях минувшей недели. Смотрите сегодня. Новая автозаправочная станция «Татнефть» открылась в Узбекистане. Какой быть альмитевской картиной и галереей? Обсуждению этого вопроса посвятили стратегическую сессию с участием международных экспертов. Культурная среда города подводит итоги. Каким выдался сезон для самого популярного культурного проекта в Альмитевске? Начнем с новостей компании. В Казани состоялось заседание Совета директоров компании «Татнефть». Оно прошло под председательством президента Татарстана Рустама Миниханова. На заседании рассмотрели итоги исполнения бюджета компании за восемь месяцев этого года и утвердили бюджет на октябрь и четвёртый квартал. Обсудили развитие единой системы управления социальными проектами и программами группы «Татнефть». Следующим этапом развития должно стать создание единого корпоративного центра социальных программ. Он объединит все социальные направления деятельности компании. На заседании также рассмотрели новую концепцию рыночной стратегии и развития розничного бизнеса «Татнефть», которая предусматривает количественное и качественное развитие сети на территории России и за её пределами. Совет директоров утвердил и новую редакцию политики компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды с учётом изменения климата. Теперь она учитывает требования и лучшие практики на основе рискориентированного подхода и международных стандартов управления. В настоящее время компания «Татнефть» имеет более 600 автозаправочных станций в Российской Федерации. Каждая из них предлагает высокий уровень сервиса и дополнительные услуги для удобства клиентов. Недавно новая флагманская автозаправочная станция «Татнефть» открылась на территории Узбекистана. Первая автозаправочная станция АЗС «Татнефть» была открыта в Узбекистане в июле на трассе «Ташкент-Нуравшон». Новая АЗС «Татнефть» находится в одном из оживлённых районов Ташкента. На торжественном открытии принимали участие министр энергетики Республики Узбекистан Алишер Султанов, генеральный директор компании «Татнефть» Наил Маганов, председатель правления «Узбекнефтегаз» Бахадиржон Сидиков. Обращаясь к участникам мероприятия, Наил Маганов отметил, что открытие новой АЗС «Татнефть» в Ташкенте свидетельствует об укреплении и развитии сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Флагманская автозаправочная станция «Татнефть» оснащена самым современным технологичным оборудованием и сервисными услугами. На АЗС представлены все виды топлива, в том числе АИ-100 – производство нефтеперерабатывающего комплекса «Танека». Открытие новой АЗС стало настоящим праздником. Торжество украсили народный артист Узбекистана, руководитель ансамбля «Ялла» Фару Закиров и другие артисты. Другим темам. Татарстан – лидер в России по продолжительности жизни, а уровень медицинского обслуживания в Альметьевске способен конкурировать с европейским. Об этом в интервью нашему корреспонденту рассказала Елена Яшина, ведущая научный сотрудник лаборатории информационных технологий в Управлении Академии Народного хозяйства и Государственной службы при президенте России. Какие направления в медицине будут наиболее актуальны в ближайшее время и каких негативных факторов, влияющих на наше здоровье, стоит опасаться больше всего. В нашем следующем сюжете. Развитие инновационных и информационных направлений сегодня можно назвать ключевыми в здравоохранении. В этой связи Татарстан является уникальным регионом, где активно развито направление государственно-частного партнерства. Я могу сказать, что, например, если брать медсанчасть Татнефти города Альмитевска, то многие направления конкурируют с европейскими. И поэтому тот задел, который есть, он может быть очень качественным. Кстати, обратили внимание по онкологии. Самое раннее выявление среди всех субъектов и самое малое количество летальных случаев в части дожития, то, что мы имеем по стране. Поэтому есть объективные цифры, которые говорят сами за себя. Развивать современные направления в Альмитевске даже проще, чем в больших англомератах, тем более имея поддержку нефтяников. Сегодня при непосредственном участии компании Татнефть формируется стратегия развития медицинской помощи в нефтяном регионе. Прежде всего, она будет направлена на обеспечение доступности и качества медицинской помощи. Стратегия будет реализована соответствующим проектным офисом Татнефти совместно с Управлением здравоохранения Альмитевска. И это при том, что в городских клиниках уже имеется современное высокоточное оборудование, приобретенное в том числе на средства компании Татнефть. По мнению Елены Яшиной, именно это обеспечило ранее успешную диагностику и вывело наш регион в лидеры по продолжительности жизни. В целом, по информации Pricewaterhouse, продолжительность жизни в Татарстане и в Альмитевске 74 года больше, чем в среднем по России. Поэтому это основной показатель благополучия населения. И на мой взгляд, если посмотреть многие разделы, они будут также приоритетны. И все же важно предупредить болезнь до ее наступления. Если раньше главными факторами считали производство, вредные и опасные условия труда, то сегодня ситуация в корне изменилась. Высокотехнологичное и высокоэкологичное производство справилось с этой проблемой. Причины заболеваний чаще связаны с образом жизни, малоподвижность, нерациональное питание, злоупотребление курением и алкоголем. Именно эти факторы являются причиной возникновения основных недугов, которыми страдают россияне. Это инфаркты, инсульты, сахарный диабет, ожирение, метаболические расстройства. Другими словами, основным фактором риска для человека является сам человек, считает Елена Яшина. По ее словам, если мы сами не будем следить за своим образом жизни, то вряд ли можно будет рассчитывать на здоровье и долголетие. И в продолжении темы долголетия. 106 лет исполнилась самой пожилой жительнице Нижней Мактамы Альметьевского района Зариге Шайдулиной. Своими секретами долголетия жизни она поделилась и с нашей съемочной группой. Свой 106-й день рождения Зарига Шайдулина отмечает в кругу родных и близких людей. Поздравить долгожительницу района пришел и глава Альметьевского муниципального района Тимур Нагуманов. Немало теплых слов прозвучало в этот день в адрес именинницы. Она и сама одарила всех гостей добрыми пожеланиями. Родилась Зарига Шайдулина в далеком 1913 году еще при царе. Пережила Первую мировую и гражданскую войны, Октябрьскую революцию, раскулачивание, Великую Отечественную войну, Перестройку. Все, что пережила в годы военного лихолетия, Зарига Гальбаевна передала в Баитах. Она обладает великолепной памятью, все Баиты знают наизусть. Кроме того, пять раз в день читает намаз. Требовательная была, трудолюбивая была. Еще она очень духовная, там она очень много суры знает, там духовно очень развитая. Родные сестры и братья Зариги Шайдулины – все долгожители. По словам родственников, долголетие ее связано именно с генетикой. Доброжелательность и постоянные движения также сыграли немалую роль. Несомненно, придают силы, любовь и заботу близких людей. У Зариги Гальбаевны – пятеро детей, десять внуков и пятнадцать правнуков. По словам председателя Совета ветеранов Нижней Мактамы Фаиру Загибатовой, поселок может похвастаться количеством долгожителей. Вот удивительные люди, они живут среди нас, они рядом с нами. Сегодня у меня по списку их долгожителей девяносто и более до двадцать пять человек. В Альметьевске прошла стратегическая сессия с участием отечественных и зарубежных культурологов, искусствоведов и архитекторов. Вместе с представителями компании «Татнефть» они обсудили концепцию развития картины и галереи города с учётом современных тенденций. Разработчики представили ключевые выводы, проведённые этим летом работы и варианты планировок будущего здания. Это не только высококлассный выставочный зал, но и культурно-общественный центр, который станет одним из инструментов коммуникации с жителями нефтяной столицы и просто местом встречи горожан. Как отметил директор благотворительного фонда «Татнефть» Ренат Мамин, компания уверена, что картинная галерея станет жемчужиной не только Юго-Восток Республики, но и всего Татарстана. «Как эта галерея будет работать, как она будет развиваться. Именно поэтому приглашены все эти ведущие эксперты, такие очень серьёзные, настоящие специалисты, профессионалы в этом деле, для того, чтобы нам подсказать, как нам лучше этот проект реализовать». Эксперты изложили своё видение концепции новой галереи, обозначили ряд стратегий, по которым могут развиваться её программы, обсудили варианты функциональной модели и модификации техзадания. «Есть очень много идей, что делать, чтобы доцент стал живым вместе с городом. Они, как обычно, принимаются в музей, я хожу, смотрю, ухожу. А наоборот, кусок меня там есть в музее. А это несколько проектов можно реализовать, чтобы жители города приняли активное участие». Самый творческий проект «Альметьевская культурная среда города» подвёл итоги. 27 сентября в Альметьевском драматическом театре поздравили и поблагодарили за колоссальный труд творческую элиту города. Об итогах самого массового культурного проекта «Нефтеграда» в сюжете Нуреи Максиевой. Приобщение широких масс к культуре. В этом основная миссия проекта «Культурная среда города». Стартовал он в 2016 году. Инициатор проекта – генеральный директор компании «Татнефц» Наэль Маганов. Идею поддержало руководство города. С тех пор жизнь альметьевцев и гостей нефтяной столицы республики стала более интересной и культурно насыщенной. Концерты, представления, мастер-классы, танцевальные батлы. Зрелищные программы проходят прямо на уличных площадках. Красноречивее всего цифры. В 2019 году культурно-развлекательные мероприятия состоят на 11 площадках. В них приняли участие 8 тысяч людей. Их выступления посмотрели 10 800 зрителей. Подводя итоги сезона, директор благотворительного фонда «Татнефть» Ренат Мамин поблагодарил всех участников проекта и призвал быть еще активнее. На мой взгляд, проект расширился, улучшился, продолжает развиваться. Я уверен, что дальше он будет только лучше, интереснее и более востребованным среди населения. В этот день наградили самых активных участников проекта «Культурная среда города». Благодарственные письма и сертификаты получили творческие коллективы, организации, профессиональные и самодеятельные артисты, музыканты, представители СМИ. Каждую неделю мы ждем, когда же будет культурная среда. Мы придумываем новые сценарии, мы ищем самых интересных артистов, мы хотим, чтобы наша площадка была самая интересная. Люди нас ждут, у нас наладился контакт с людьми, группа организовалась в Инстаграме, постоянно мы от них работали, на них работали, потому что они нам какие-то свои пожелания говорили, были постоянные участники, которые нас ждали. Мы приходили и уже стояли дети, они нас ждали. Массовый культурный проект охватил и села Альметьевского района. На праздничном вечере руководителям сельских клубов вручили сертификаты на приобретение музыкальной акустической аппаратуры. Среди обладателей сертификата и Старосуркинское сельское поселение. К нам собираются и дети, и молодежь, и взрослые, и бабушки постоянно приходят, и песни поют, и играют. Планов, конечно, очень много, столько всего еще хочется сделать в рамках этого проекта. Да, теперь участники проекта с нетерпением ждут зимнюю культурную среду города. Альметьевцев порадуют новые лица и новые шоу-программы. И к новостям спорта. В минувшие выходные на городском ипподроме состоялось закрытие летнего скакового и бегового сезона и розыгрыш Кубка Татнефти. Главный приз разыгрывался в несколько этапов. Обо всем подробнее в нашем следующем сюжете. На старт главного приза заявилось 22 лошади. Разумеется, все они не могли уместиться в один заезд, поэтому организаторы разделили их на четыре полуфинала, по двое победителей, из которых выходили в финал. Практически у нас сегодня 15 заездов. Самое минимум, по-моему, 5 голов у нас в заезде. Есть заезды, где более 10 голов лошадей. Ну, то есть, более 100 голов лошадей мы можем смело сказать. У нас сегодня, естественно, республика Татарстан, есть Чувашия, есть Башкирия, то есть ближайшие регионы. Финал заезда оправдал ожидания любителей конного спорта. Вновь показал свой высочайший класс Большаков-старший, выигравший заезд на Билифлине. Прекрасного результата добился еще один киччатовский наездник Алексей Телишев, выигравший третье место с Арчибальдом Ганновером. Вполне может считать себя победителем и Алексей Краснов из Чувашии. Его русский рысак-победитель в противостоянии с лучшими американскими коллегами смог финишировать вторым. Кубок чемпионов среди чистокровных верховых в захватывающей борьбе выиграла киччатовская «Либерти Эгейн» под седлом Николая Ухванова. Еще одним прекрасным стимулом для разведения лошадей в Альметьевском районе стала скачка на полукровных лошадях, так называемых местных пород. Эти соревнования как нельзя лучше показывают, что обычная лошадь из сельского подворья может получить свою долю славы перед искушенными зрителями, а хозяин животного еще и денежный приз. В холодную погоду для зрителей работала полевая кухня, внушительная очередь выстрелась за горячей пиццей. Ну и традиционно все желающие приняли участие в лотереи. Многие получили ценные призы от компании «Татнефть». Летний беговой сезон закончен. Конные соревнования продолжатся в манежах школ «Татнефть», где круглый год проводятся соревнования по конкуру и выездке. Соревновательный сезон по плаванию стартовал в Альметьевске. Его открыло первенство «Спринт-2019» среди воспитанников плавательных секций города. Подробности в материале нашего корреспондента. Более полусотни юных пловцов соревновались в бассейне «Дельфин». Дистанция самая короткая – 50 метров. Преодолеть ее участникам предстояло на спине и вольным стилем. Воспитанников различных плавательных секций поддерживали не только их наставники, но и пришедшие на соревнования родители. Организаторы надеются, что, возможно, кто-нибудь из этих ребят в будущем сможет представить Россию на Олимпийских играх. Во всяком случае, в Альметьевске для этого созданы все условия. В Нефтеграде реализуется программа развития плавания, поддержку которой оказывает компания «Татнефть». У нас есть трехсторонние соглашения между Федерацией плавания, «Татнефтью» и администрацией города Альметьевска. Плавание динамично в последнее время развивается. Хочу сказать, что если в прошлом году у нас был охват примерно 100 человек, занимался постоянно плаванием, это в оздоровительных группах и спортивных группах, то в этом году уже набор произошел, и общая масса наших ребят составляет примерно около 100 800 человек. Кроме этого, в Альметьевске появился новый спортивный комплекс «Мираз» с 50-метровым бассейном, построенным по самым современным стандартам. Там тренируются взрослые спортсмены и проводятся соревнования различного уровня. По итогам заплывов, воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва стали обладателями 17 медалей разного достоинства. Кроме этого, на соревнованиях нормативные значки вручили юным пловцам, выполнившим второй и третий юношеские разряды. На этом наш выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь и желаю вам всего самого доброго. Акбарсбанк вас слушает. Здравствуйте. Я на днях открыл у вас вклад. Может, это ошибка, но у меня ставка на 1% больше. Нет, все правильно. До 14 октября при открытии первого вклада на 6 месяцев вам дается 1 дополнительный процент. Да, классно. Спасибо вам. Всего доброго. Подробности на сайте angbars.ru и в отделениях банка. Только один день, 8 октября с 9 до 18 часов в ДК имени Мусы Джариля состоится выставка продажи трикотажных изделий для всей семьи и домашнего секстиля. Приглашаем вас за покупками. 14 октября Татарстан полностью перейдет с аналогового на цифровое эфирное телевещание. После подключения к цифре для телезрителей в новом высоком качестве будут доступны 20 бесплатных федеральных телеканалов. А вот вещание местных телеканалов может отключиться. Это коснется тех татарстанцев, телевизоры которых подключены к индивидуальным антеннам, либо антеннам коллективного приема. Зрителей, которые смотрели региональные телеканалы через сети спутникового или кабельного вещания, переход на новый формат не коснется. У них сохранится возможность смотреть и федеральные, и местные каналы без всякой перенастройки своего телевизора на привычных кнопках. Для того, чтобы избежать проблем с просмотром любимых каналов, специалисты советуют уже сейчас, пока есть время, подключаться к ним в пакетах спутникового или кабельного телевидения. Только один день, 8 октября, с 9 до 18 часов в ДК имени Мусы Джариля состоится выставка продажи трикотажных изделий для всей семьи и домашнего секстиля. Приглашаем вас за покупками. 14 октября. Спутникового или кабельного вещания, переход на новый формат не коснется. У них сохранится возможность смотреть и федеральные, и местные каналы без всякой перенастройки своего телевизора на привычных кнопках. Для того, чтобы избежать проблем с просмотром любимых каналов, специалисты советуют уже сейчас, пока есть время, подключаться к ним в пакетах спутникового или кабельного телевидения. Спутникового или кабельного телевидения 14 октября прекратится аналоговое вещание в Республике Татарстан. Для того, чтобы продолжить смотреть программы 20 федеральных каналов, необходимо настроиться на цифровое эфирное телевидение. Еще раз напоминаем, что для приема цифры нужна специальная приставка стандарта DVB-T2. Не менее важным является правильный подбор приемной антенны. Для приема цифрового эфирного сигнала нужна комнатная или наружная антенна. Они бывают простые и с усилителем. Простая антенна подойдет для приема на небольшом расстоянии от телебашни. Она не вносит собственных помех и шумов в принимаемый сигнал. Но возможности такой антенны ограничены. Их может быть недостаточно, если вы находитесь далеко от телебашни или вокруг существуют серьезные помехи в виде высотных домов и деревьев. Антенны с усилителем улучшают качество принимаемого сигнала. Они подойдут в первую очередь для приема сигналов в сельской местности на большом расстоянии от телебашни. Если антенна нужна только для приема цифрового эфирного телевидения, то достаточно антенны лицеметрового диапазона. Для того, чтобы принимать одновременно аналоговые цифровые сигналы, нужна всеволновая антенна. Сборка антенны обычной подробно описана в инструкции к изделию или на упаковке. Антенну необходимо подключить к телевизору с поддержкой цифрового стандарта DVB-T2. Если ваш телевизор старше 2013 года и не поддерживает DVB-T2, к нему нужно подсоединить цифровую приставку с поддержкой этого стандарта. Антенна подключается к телевизорам и приставкам с помощью коаксиального кабеля, который продается в комплекте со многими антеннами. Можно приобрести кабель отдельно. При покупке важно уточнить, подходит ли он для приема цифрового эфирного ТВ. Может ли он быть использован только внутри помещений или может располагаться на улице. Для успешной настройки антенны надо направить ее в сторону башни. Если это наружная антенна, то необходимо поднять ее на достаточную высоту. Если у вас есть интернет, можно обратиться к карте цифрового эфирного телевидения на сайте карта.ртрс.рф. На ней указаны все цифровые объекты в вашем регионе. Если вы хотите смотреть местный канал, то выясните, в каком диапазоне он работает. Если в метровом, то антенна должна быть всеволновой. Субтитры подогнали Симон. 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 Подробности на сайте ангбарс.ру и в отделениях банка. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.